Я хочу вам сказать следующее, что если представители западных стран или России запросят у нас дополнительную информацию в связи с этим, мы ее предоставим. И нам будет что показать и что рассказать. Но случилось то, что случилось. Варданян арестован, идет расследование, он предстанет перед судом. Но что беспокоит спецслужбу Приднестровья прежде всего? На примере Варданяна видно, что спецслужбы Молдовы, занимаясь разведывательной деятельностью в отношении нашей республики, они ломают жизни молодых ребят. Молодых ребят, которые за знаниями едут в Кишинев. Они расслевают их души и ломают судьбы. Негосударственная безопасность Приднестровья повинна в том, что так сложилась судьба Варданяна. Талантливого парня, у которого действительно могло быть большое будущее, ровно так же, как и у арестованного казака. Это также талантливый парень с хорошими математическими данными, у которого были перспективы в жизни. Который также был завербован уже на первых курсах во время обучения в высшем учебном заведении Молдовы. Его ровно поставили в те же условия. Нам достоверно известно, что эти случаи не единичны. И если будет необходимость, мы сможем это продемонстрировать через уголовные дела. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к лицам, состоящим в агентурной сети Службы информации и безопасности Республики Молдова, наших граждан. Вы с момента задержания Варданяна неоднократно выходили на своих операторов, сотрудников СИБА, своих душеприказчиков и задавали им вопросы, что же будет с нами. Вас утешали, объясняли, что Варданяна скоро освободят, что им ничего не угрожает. Это было так? Ну, кивните хотя бы головой. Так. Так, вы не туда обращались. За утешениями вам нужно было обращаться к нам, Министерство госбезопасности. Прежде всего, хочу вам объяснить, что ваша деятельность подпадает под признаки состава преступления. Статья 271 Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики. Государственная измена. Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны, либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Приднестровской Молдавской Республики, совершенная гражданином Приднестровской Молдавской Республики, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сами понимаете, какие могут быть последствия. Но однако, одновременно я хочу вам напомнить о примечании к этой статье. Примечание 271 статьи Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. Государственная измена. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 271 государственной измены, а также статьями 272 шпионаж и 274 насильственный захват власти или насильственное удержание власти Уголовного кодекса ПМР, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Приднестровской Молдавской Республики, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Поэтому у вас есть возможность, у вас, у ваших родных, осознать то, чем вы занимаетесь и обратиться в органы госбезопасности нашей республики. При своевременном обращении мы вам гарантируем, что примечание к статье 271 будет реализовано. Телефон доверия Министерства госбезопасности вы увидите в конце передачи, а некоторые лица, некоторые граждане нашей республики, которых я имею в виду, когда ведут разговор, могут обратиться ко мне по известному моему служебному телефону. Конфиденциальность мы вам гарантируем. Подумайте о судьбе своих родственников, о своей собственной судьбе. И хочу вас утешить, вы будете не первыми. Телефон доверия Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики 373 533 570 70. По данному телефону вы можете сообщать информацию об угрозах государственной безопасности и любых преступных проявлениях круглосуточно. Анонимность гарантируется. Продолжение следует...